Видеомонтаж в программе Blender. Обычно монтажка, или как она тут называется, редактор секвенций, изучается в последнюю очередь. Ну и зря. Мы с него начнем. Мы начинаем мультфильм, и для начала нам необходимо провести большую подготовительную работу. Перед работой над мультфильмом всегда делается его черновая версия. Она называется Animatic. Запомните это слово, оно прозвучит еще не раз. Зачем монтировать именно в Blender? Есть одна довольно веская причина. На монтажный стол можно отправить сцену даже без рендера. В общем, интеграция этой монтажки с Blender максимально плотная. И я, несмотря на ее непривычность, настаиваю на ее использовании. Собственно, видеоуроки я в ней и монтирую, и мультфильмы собираю. Короче, пользуйтесь ей, даже если пользуетесь сейчас чем-то другим. А преимущество поймете по дороге. Интерфейс. По умолчанию выводится именно такой пресет в четыре окна. Монтажный стол. Сюда ложатся дорожки. Экран просмотра. Он пока черный. Дорожек нет. Внизу Timeline. Он дополняет монтажный стол. А вот вверху слева окно для работы с кривыми анимацией. Я его всегда меняю на панель свойств. Если вы обратите внимание, то и монтажный стол, и окно просмотра – это один и тот же тип окна. Только у них активированы разные режимы. К этому мы как-нибудь еще вернемся. Начнем. Пока не попробуешь, не поймешь. Первое, что я сделаю, это настрою размер окна. В учебных целях мы будем использовать 1280 на 720. И еще я установлю частоту смены кадров 24 в секунду. На выходе мы хотим получить видео, поэтому вместо формата PNG выставляем видеокодек H.264. И если хотим включить в ролик звук, то ставим аудиокодек MP3. В панели Output в адресной строке нужно прописать, куда мы хотим рендерить наш материал, но можно не делать точного адреса, а просто прописать два слэша, и видео будет писаться в ту же папку, где лежит блант файл, с которым мы работаем. Есть очень важный момент. Снять галочку антиалясинга. Исходный материал у нас будет того же разрешения, что и финальный. То есть картинка не будет масштабироваться, и сглаживание для нее не понадобится. А значит и машинный ресурс на это растрачивать не нужно. Так будет быстрее работать. Закидываем. Наконец-то мы добрались до монтажного стола. Так же, как и в 3D Viewer, новый элемент добавляется сочетанием клавиш Shift-A. Для простых смертных в меню есть кнопка ADD, которая вызывает то же самое меню. Тут нас пока интересует буквально пара пунктов. Image и Sound. Изображение и звук, соответственно. Тут еще есть загрузка в видео, сцен, эффектов. Об этом значительно позже. Я заготовил заранее несколько кадров. 1280x720. Shift-A. Image. И выбираю нужное изображение. Кстати, можно включить их отображение в виде картинок. Выбираем одно и жмем добавить. Вот картинка появилась на монтажном столе, а ее изображение во вьювере монтажки. Если изображение выходит за пределы вьювера, его можно просто отмасштабировать вращением колесика мыши. Пока все просто. У появившейся дорожки три точки, за которые можно ухватиться правой кнопкой мыши. Левая кнопка мыши ставит ползунок в положении курсора. Так вот, по центру, если зажать правую кнопку мыши и потянуть, перетаскивается вся дорожка. Если тоже делать с хвостиками, стрелочками по бокам, смещается левая или правая граница. Лично мне удобнее пользоваться горячими клавишами. Так же, как и в 3D Viewer клавиша G перемещает выделенное. То есть выделяем дорожку или хвостик и жмем G и тянем. Еще один замечательный ход K, Shift-S. Он сразу откидывает выделенное в позицию ползунка. В общем, перетащить G, кинуть на позицию ползунка, Shift-S. Две простые клавиши. Закидываем еще несколько картинок, но только по очереди. Если выделить сразу несколько картинок для добавления, программа подумает, что вы захотите забросить секвенцию, то есть череду изображений, которые идут друг за другом, как видео. Откровенно говоря, можно и вовсе кидать картинки на монтажный стол простым перетаскиванием из папки, так называемой drag-and-drop. Вот, собственно, папка, где они располагаются. Но я еще не раз буду давать сначала сложный вариант, потом простой. Это потом нам пригодится. В общем, теперь, когда мы картинки на монтажном столе, расставляем их как надо. Обратите внимание, если накидывать дорожки внахлёст, активная дорожка краснеет и отпрыгивает. Если потом понадобится сместить границу между дорожками, выделяем конец у одной и начало у другой дорожки и жмем на G, перетаскивание. Чтобы проиграть то, что мы намонтировали, то есть то, что у нас, собственно, тут лежит на монтажном столе, можно при помощи кнопки Play. Я ей почти не пользуюсь, так как есть ход K Alt A. Повторное нажатие на Alt A останавливает ползунок в том месте, где произошло нажатие. Если нажать во время проигрывания Escape, ползунок отпрыгнет туда, где начал свой путь. Обратите внимание, что во время проигрывания в левом верхнем углу вьювера отображается скорость смены кадров. Мы выставляли с вами 24, и это же число должно быть и тут. Если цифра красная и отличается в меньшую сторону, значит у вашего компьютера не хватает мощности для монтажа. Снижайте размер проекта в два раза и также уменьшайте размер исходных изображений. Максимальная скорость будет, если разрешение проекта и разрешение исходника совпадают. И выключайте антиалясинг. Об этом я уже говорил. Звук. Его добавить можно так же, как и картинку. Shift A. Sound. Выбираем нужный файл. Добавляем. Обратите внимание, звук отмечается зеленой дорожкой. Можно для наглядности визуализировать звук. Это делается в номерик панели, соответствующей галкой. Draw away form. Галочку кеширования тоже лучше поставить. Часто удобно сделать так, чтобы проигрывался звук даже при перетаскивании ползунка. В меню Playback в таймлайне установите галочку Audio Scrambling. У меня тут на видео нет звука с компьютера, а вы у себя попробуйте почувствуйте себя диджеем. Итак, монтаж. В монтажке очень много всего, но если мы уйдем далеко в дебри, вся эта информация, скорее всего, забудется. Поэтому на первый раз я расскажу только самые используемые инструменты. Если говорить о звуке, то, скорее всего, вы захотите его порезать. В позиции ползунка это позволяет делать горячая клавиша K. Внимание! Будет разрезана только выделенная дорожка. Если вы что-то отрезали по ошибке, не переживайте, границы среза можно двигать. Этого должно хватить для того, чтобы отмонтировать первую версию аниматика вашей черновой версии мультфильма. Дополнительно. Следующий блок информации я дам исключительно для общего развития. Выделим одну из видеодорожек. На монтажном столе в номере к панели, та, что справа, много чего интересного. К примеру, как в фотошопе, тут можно изменить тип наложения слоя. При помощи параметра opacity можно регулировать прозрачность слоя. Если изображение ваше в формате PNG и содержит альфа-канал, то есть прозрачность, то в режиме альфа-овер прозрачные области будут прозрачными. Пониже галочками Flip можно отразить изображение по горизонтали или по вертикали. А совсем внизу лежат панельки с модификаторами, с помощью которых можно отрегулировать цвет изображения. Тут есть и кривые, привычные всем по фотошопу, и Color Balance, более изощренный метод регулировки цвета, ну и много чего другого. Попробуйте сами, посмотрите, как это влияет на цвет. Напоследок расскажу, как сделать плавный переход от одной картинки к другой, так называемый наплыв. Берем две картинки и располагаем их внахлёст, одна над другой. Выделяем сначала впереди идущую, затем позади идущую. И добавляем ADD эффект Cross. Над местом нахлёста появилась дополнительная дорожка, дополнительный стрип. Если проигрывать это место, то будет видна работа наплыва. Этот стрип изменяется по длине, если смещать одну из дорожек. Там в эффектах ещё полно всего, но это ещё на полчаса урока, поэтому я остановлюсь. Разве только расскажу ещё про маркеры. Я просто обязан про них рассказать. Они очень помогают в организации процесса. Если нажать горячую клавишу M, появится маркер. Если нажать Ctrl M, его можно будет переименовать и дать ему любое имя. Это очень удобно, так как с маркерами вы можете обозначить имена сцен в конкретный момент времени, или расписать по буквам произносимые слова, или обозначить какой-то эффект, или взрыв, или событие, влияющее на сюжет. В общем, маркеры очень помогают в организации процесса. Размер или длительность вашего мультфильма можно отрегулировать, поставив другое значение финального кадра в панели таймлайна. Пожалуйста, не выходите за пределы полуминуты. В нашем случае это 720 кадров, то есть 24 кадра в секунду умножить на 30 секунд. Не забывайте сохраняться. Горячая клавиша Ctrl S или меню «Файл» сохранить. При нажатии на кнопку с крестиком Blender не спрашивает, хотите вы сохранить файл или нет. Blender думает, что вы рассудительный пользователь. Все. Привыкайте к монтажке, монтируйте аниматик, подыскивайте звук. До следующей встречи. Пока-пока.